Нет задачи воспитать государственного человека, который будет вкладываться в жизнь своей страны, всей своей душой. Если у Столыпина было пятеро детей, у царя Николая было тоже несколько детей. У него было пятеро детей, потому что он ими не занимался. Если бы он приходил и менял пелёнки, поверьте, у него было бы два. Человек же выстраивает семью, женится, заводит детей. Он прежде всего для себя их заводит, не для государства. Совершенно верно. Конечно, да. Нет, я про это и говорю. Когда он женится, он не думает о том, что я создаю ячейку для государства. Конечно, мы... А вот уже государство, наверное, должно какими-то стимулировать. Да, совершенно верно. Если государство сегодня не обратит внимания на семью, то у нас вообще не будет скоро государства. Извините, у меня жена в роддомах когда рожала, а вот вторую, третью дочку. Вы знаете, я просто общаюсь с этими матерями, у которых несколько детей. Они знают, а ты что сюда опять рожать, что ли, пришла? Ну или в 24-ю, когда попадала по сохранению, так, ты туда на аборт, типа на убийство, или сюда рожать? Ну, конечно, рожать. То есть здесь убивают, здесь рожают. Всё, понимаете, вот она мясорубка современная. Это здесь, в Екатеринбурге, рядом, это везде происходит. И самое главное, что убивают живых людей. У нас Менделеев каким? 17-м, да, был ребёнком? Циолковский, я не помню, кто же? Свидетель Игнатий Бринчанинов, великий инженер был своего времени, в царское время. И он 11-м был ребёнком. То есть множество примеров, когда 10-й или вообще 15-й. Можно я немножко тоже так вот включу себе? И давайте подводить итог. Я думаю, она же беседа. Как радикально можно увеличить рождаемость в нынешних условиях, не взрывая домов? Да, 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 есть способы. Вот говорят, государство должно. Оно должно. А что должно? В Германии есть все условия, всё равно не очень высокая рождаемость. Хотя Россия единственная европейская страна, которая теряет население. Все остальные всё-таки... Да, теряет, почему теряет? На самом деле, я с Еленой соглашусь, она очень верно подметила, что сейчас рожают детей не для того, чтобы они помогали. То есть не из прагматичных целей. Вы всегда рожали для себя, а не для кого-то. Ну почему нет? Кто-то не за столью, а задачей, не рожду для государства. Крестьянская семья рождает себе помощь. Да, она как раз прагматична, да. А у нас нету крестьянство сейчас. Да, сейчас нету, как и нет, необходимости иметь много детей, например, такой жизненной необходимости. Сейчас современный человек что должен? Какие установки? Получить хорошее образование, получить хорошую работу. И это известный факт. Люди с более высоким уровнем образования, с высшим образованием, вступают в брак, женятся, выходят замуж гораздо позднее. Соответственно, рожают детей гораздо позднее. И вот если говорить про какие-то способы увеличить демографические уровни, увеличить рождаемость, то вот социологи, исследователи точно отметят, монетарные способы являются неэффективными способами. То есть все монетарные политики, когда поддерживают рождаемость при помощи денег, они не являются эффективными. Несмотря на то, что сейчас она там отчитывается, у нас больше стали рожать. На самом деле, это вот кажущаяся такая вот мера очень эффективная, потому что сохраняется тренд рождения детей, ну, скажем, для себя, для своего удовольствия, для продолжения собственного рода, и так говорят россияне, тоже для того, чтобы продолжить род. Вот 40% россиян так говорят. Вот в политиках государства, конечно же, связана семейная политика с демографической политикой. Нам нужны, да, нужны дети, нужна молодежь, поэтому мы можем поддержать монетарно. Поэтому у нас сначала какая была норма за второго ребенка, сейчас уже за третьего ребенка. Это норма стала. Здесь, наверное, комплексный подход вообще нужен, понимаете, в принципе. Мы можем платить, но если человек не ориентирован на рождение детей. Ну, а что делать? Что делать? Скажите, что делать? Что делать? Ну, спросите у тех людей, у которых есть дети, что нам надо, мы вам расскажем. Как выбрали мэра Рикьявика, и говорят, а что вы знаете? Он говорит, у меня пятеро детей, я знаю, что нужно рядовому гражданину. Да, нужно, чтобы у человека, чтобы была уверенность в своей работе, чтобы была уверенность в том, что он, ребенка может устроить в детский сад. У нас постоянно проблемы обсуждают детских садов. Нужно женщине, знаете, что после рождения ребенка, она не будет вагу уезжать. Может быть, ей просто денег дать, чтобы она дома? Деньги не работают, да. Нет, нет, я имею в виду, вот на садике выделяются миллиарды. Дайте моей жене 100 миллионов, мои дети будут воспитываться при родной матери, а не какая-то чужая тетя. 100 миллионов, ого! Нет, я вам и говорю, вот эти деньги, да, вот построить садик стоит 50 миллионов рублей. Дайте миллион мне, и я не поведу своего ребенка в детский садик. Я их реально противник. Да, почему бы не давать деньги за садичные места родителям, если они хотят? Мы поняли мысль, надо создавать более стабильное, более гуманное общество. Просто напоследок, мудрый совет, мудрая женщина. Это самое, считаю, вы очень глобально рассуждаете. Так. Потому что на самом деле никакие деньги не помогут. Вообще ничего, я отношусь к тем 40%, которые считают, что продолжение рода. Мой ребенок, это мое продолжение, это моя самореализация. Она потому, потому что она, ну вот она есть, она родилась для того, чтобы она была не для меня, не для дяди, не для тети. Вот, и вот все, вот какая она будет, это то, что смогла я сделать. Все, если бы я смогла их сделать больше, да. Ну, мне было очень тяжело, я пять лет выходила из декрета, так сложилось. Вот, и мне денег, ну, мне все говорили, Бог ребеночка дал, но ребеночка подаст. То есть не деньги делают детей, а все наоборот. Согласен с вами полностью. Есть цель, ну... Не, просто я вот сталкиваюсь с тем, что... Спасибо большое, Инна. Да, у нас, к сожалению, вышло время. С народ прикрывает нам. Я просто хотел сказать, если у вас есть дети и вы хотите внуков, ну, лучше воспитывайте. Все-таки лучшие родители вырастают в хороших семьях. И да, если вы рассчитываете, что если на стане 100 миллионов кто-то приедет к нам работать, вы ошибаетесь. В СНГ те же самые проблемы, и демографическая яма там тоже будет. И, может быть, гастарбайтеры поедут не из СНГ, а из какого-нибудь далекого и туманного Сенегала. Спасибо, что пришли и обсудили все это. Напоследок, безответственным отцам, у вас сейчас есть, покажите это женам, демограф Александр Кузьмин вас официально оправдывает. Почему вы можете лежать на диване, ничего не делать, все равно будет у вас хорошая семья. Мужики трусливые стали. Отец просто должен быть. Он должен заполнить объем, он должен быть. Вот, вот, мать видит, что вот отец, дети видят, что отец, как он понимает, стереотипы, никто никому ничего не объясняет, он у нас ничего не говорит. Дети будут полностью копировать все, если правильный папаша, да, если еще зарабатывать, вопросов нет. Вот, мать просто покажет, смотрите, вот отец вот лежит, видите, отец все закрыл, все. Детям больше ничего не надо. Не надо никого убивать, кричать, ничего. Отец просто должен быть в себе. Вот это вот все уже. И заполнять объем. Продолжение следует...